Привет всем! Вы на канале Санита, меня зовут Настя Бабич и сегодня мы поговорим о еще одном варианте проверок для украинских беженцев в Польше. На данный момент эта ситуация коснется и детей. И перед тем, как мы перейдем к главному, не забывайте делиться этим видео в своих социальных сетях, чтобы как можно больше украинцев узнали эту полезную информацию. Также пишите свои мысли в комментариях. Вы подписывайтесь на канал, а я рассказываю. Начинаем! Итак, школы и органы местного самоуправления Польши будут проверять, учатся ли в школе дети украинских беженцев, которые живут на территории Польши. Такое решение содержится в проекте изменений в закон о помощи гражданам Украины, которые оказались на территории Польши из-за войны в Украине. Этот проект подготовила и обнародовала Министерство внутренних дел и администрации Польши. Согласно документу, директора школ и органы местного самоуправления получат в свое распоряжение инструменты, которые позволят им проверять, посещают ли дети из Украины школу. А поможет им в этом реестр Песель, из которого в базу данных информационной системы образования будет поступать информация о детях школьного возраста, прибывших на территорию Польши. Хочу сразу напомнить, что после вступления последних изменений в спецзакон в силу, граждане Украины, которые просят убежище в Польше, будут обязаны получать номер Песель. И также хочу обратить ваше внимание, что спецзакон о помощи украинцам в Польше содержит положение об освобождении украинских школьников, которые учатся дистанционно от обязательного школьного образования в Польше. Думаю, проверять будут получения образования как такового. Как будут выглядеть данные проверки на данный момент, непонятно. Но, думаю, со временем прояснится. Предложенные положения значительно облегчают директорам школ и гминам осуществлять контроль за школьной обязанностью и обязанностью обучения. Облегчение позволит быстрее реагировать в случае невыполнения школьной обязанности, потенциально угрожающей благополучии ребенка. Изменения касаются всех учащихся польской системы образования, в том числе детей из Украины, прибывших на территорию Республики Польша после 24 февраля 2022 года, проверка которых на соблюдение школьной обязанности более требовательна для директора начальной школы или гмины, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Вышеуказанные изменения должны вступить в силу 1 апреля 2023 года. Кроме того, польские школы получат дополнительное финансирование для обеспечения учебниками и другими учебными материалами граждан из Украины. Это позволит обеспечить учебниками и учебными материалами приблизительно 131 тысячу учащихся из Украины. Министерство внутренних дел и администрации Польши прогнозируют, что в 2023 году в начальные школы пойдет приблизительно 150 тысяч учащихся из Украины. Новые решения в проекте изменений также предусматривают финансирование обучения взрослых граждан Украины на тех же условиях, что и граждан Польши. В государственных школах для взрослых, профучилищах второй степени, школа Бранжова, полицеальных школах, государственных школах искусств, а также на курсах повышения профессиональной квалификации. Это вся информация, которую я хотела бы поделиться с вами на сегодняшний день. Не забывайте делиться этим видео в социальных сетях, оставлять свои реакции и комментарии. Пока!